Уважаемые коллеги, глубоко уважаемые председатели, разрешите представить вам доклад, практические рекомендации по реабилитации онкортопедических пациентов. Несмотря на то, что данная опухоль по статистике занимает до 1% всех злокачественных наобразований, однако данная опухоль чаще, чем классический рак, поражает людей трудоспособного возраста. Наиболее часто среди взрослых встречаются хондросаркома и остеосаркома, среди детей остеосаркома и саркома Юинга. И наиболее часто поражаются именно длинные трубчатые кости. Лечение опухолей костей и мягких тканей в большинстве своем носит комбинированный характер и включает в себя химиотерапию, лучевую терапию и операцию того или иного объема. Благодаря совершенствованию системного лечения, пятилетняя выживаемость при диагностике опухоли на ранних стадиях занимает до 85%. И рискомпутация при этом, благодаря совершенствованию хирургических тактик, снизилась практически в три раза. Это обосновывает необходимость полноценного проведения реабилитации данной категории пациентов. Эндопротезирование в настоящее время является основным методом выбора органно-сохраняющего лечения опухолей костей. И оно позволяет улучшить качество жизни пациента без не уходящего онкологического прогноза. Мы не должны забывать, что, конечно, в данном случае онкологический прогноз у нас играет одну из ведущих ролей, именно в случае в том числе и онкортопедии. Безусловно, существует огромное количество отличий не только в тактике хирургического лечения, в случае травматологии ортопедии от онкортопедии, но и в случае реабилитации. При проведении онкортопедических операций необходимо соблюдать основные принципы онкохирургии. Это футлярность и областичность, резицировать кость в недостаточном расстоянии от опухоли, удалять энблок из зоны биопсии и, безусловно, хорошо укреплять область установки протеза. В настоящее время существует огромное количество рекомендаций методических, утвержденных по реабилитации пациентов в травматологии ортопедии. К сожалению, таких рекомендаций именно в онкортопедии не существует. Именно поэтому вместе с АОР, с ведущими специалистами, мы решили разработать практические рекомендации по реабилитации пациентов именно с опухолями костей, мягких тканей. При разработке мы использовали, безусловно, данные зарубежных систематических обзоров, мета-анализов и крупных рандомизированных клинических исследований. Безусловно, реабилитация в случае онкортопедии начинается на предоперационном этапе до начала любого метода лечения и называется предреабилитация. Было показано, что проведение предреабилитации ускоряет функциональное восстановление, сокращает сроки госпитализации пациента, снижает уровень летальности. Также показано, что предреабилитация в онкортопедии должна включать в себя обязательно раннее начало выполнения комплекса ЛФК, в том числе с аэробной нагрузкой. Пациент обучается вертикализацией, используют дополнительные опоры, используют дополнительных ортезов в послеоперационном периоде. Также с пациентом обсуждается ограничение в послеоперационном периоде, то есть информирование пациента в данном случае играет также немаловажную роль на этапе предреабилитации. Хочу отдельно обратить внимание, насколько важную роль играет на данном этапе работа психолога. Было отмечено, что включение психолога в комплексную предреабилитацию у пациента с саркомами значительно улучшает качество жизни за счет снижения уровня тревоги и депрессии. В дальнейшем реабилитация в послеоперационном периоде начинается уже с первых суток после операции, и объем реабилитации зависит от состояния конечности до операции, объема опухолевого процесса до операции, объема самооперации, объема сохраненных мышечных нервных структур и, конечно, обществоматического статуса пациента. Основными условиями начала ранней реабилитации это исключение тромбоза вен, нижних конечностей, исключение нестабильности оперированного сустава, и обратите, пожалуйста, внимание, это консилинс в честь оперированного хирурга. Именно я обращаю внимание, что реабилитация онкологического пациента невозможна без онколога. На первом этапе реабилитации, безусловно, очень важно раннее начало, и было показано, что раннее начало достоверно улучшает функциональные результаты у пациента в случае онкортопедии. И при этом комплекс ЛФК, что в каждом конкретном случае, разрабатывается индивидуально. Сроки вертикализации пациента, начало длительной пассивной разработки сустава также выбираются индивидуально, исходя из объема операции, локализацию пакулевого процесса, типа эндопротеза, в том числе и методы фиксации ножек эндопротеза, и, конечно, опять же, статуса пациента соматического. Помимо этого, раньше считалось, что длительная пассивная разработка сустава, это, в принципе, характерно в случае травматологии ортопедии, является обязательным атрибутом реабилитации, в том числе онкортопедических пациентов. Однако последние исследования показали, что длительная пассивная разработка сустава на тренажерах показана только в сочетании с классическим ЛФК. Также на ранних этапах рекомендовано назначение массажа с целью улучшения заживления послеоперационных ран, уменьшения болевого синдрома и уменьшения отека. Помимо ЛФК и массажа, на первом этапе реабилитации, в случае анкортопедии рекомендовано проведение пересотерапии после удаления дренажей для профилактики послеоперационных отеков. Было отмечено, что кинезия тейпирования сопоставимы по эффективности с пересотерапией. Электротерапия тоже крайне показана, улучшает функционирование перерывной конечности. И также обращаю внимание, что согласно последним рекомендациям, обезболивание онкортопедического пациента носит комбинированный характер мультидисциплинарный и включается помимо медикаментозной терапии, это ЛФК, лечение положением, криотерапия, массаж и электротерапию. На втором этапе, безусловно, продолжается ЛФК. Было отмечено, что сочетание электротерапии и ЛФК улучшает функциональные результаты, помогает достичь лучшего баланса между оперированной и здоровой конечностью. Также добавляется обязательно массаж в сочетании с упражнениями на растяжку для профилактики формирования грубых рубцовых изменений оперированной конечности. И тоже обращаю внимание, что об этом многие забывают, что в случае онкортопедических операций зачастую наблюдается лимфидема, и лечение лимфидема в данном случае также носит комбинированный характер и включает себя помимо полной противотечной терапии, пневмокомпрессию, лазеротерапию и электротерапию. На третьем этапе реабилитации продолжается расширение комплекса ЛФК, добавляется массаж, безусловно, работа с психологом. Также не исключается применение больной гидротерапии без уровня доказательности, и пациент может быть направлен на акцинаторно-аккурортный этап реабилитации, также без уровня доказательности. Не могу не сказать о том, насколько необходимо онкортопедическим пациентам реабилитации на этапе химиотерапии. В основном, конечно, здесь мы отдаем дань именно ЛФК. Было отмечено, что выполнение комплекса ЛФК помогает профилактике мышечной слабости, гипотрофии, снижению толерантности к физическим нагрузкам. Также важна нутритивная поддержка с самого начала химиотерапии, что способствует улучшению переносимости химиотерапии, массаж в течение шести недель и, безусловно, психологическая поддержка. Также нам помогает комплексная реабилитация справиться с осложнениями на фоне химиотерапии. Она показана и в случае лучевой терапии. Также ЛФК выделяется, у нас идет на первый план, помогает профилактике слабости, также помогает увеличивать плотность костной ткани, что подтверждено дань ситометрии. Также необходима нутритивная поддержка и лазеротерапия для профилактики лучевых осложнений. В завершении своего доклада хочу сказать, что мы разработали комплекс приблизительный, опять же говорю, приблизительный комплекс ЛФК для всех, локализации всех онкоэндопротезов. Данное будет опубликовано на сайте онкоэрхаб.еор. Благодарю за внимание. Продолжение следует...